Это история одного солдата, который срочником прибыл воевать в Чеченской войне. И этот солдат думал, что всё будет просто и ситуация под контролем. И эта вера его и погубила. А спонсор этого видео – выживальческий сервер на карте Россия с первым лицом – Трайхард. Тут нет продаж админок, заходи и выживай. В начальном ките можно получить топор и немного еды. Всё это поможет построить своё первое убежище, в которое уже надо будет складывать тяжело добытые ресурсы. Ссылка на дискорд сервера в описании. Всем привет, с вами Теспи, и мы играем в Unturned в Чечню РП. Я играю за РФ, за российские войска. И я слушаю то, что тут споймали одного пленного. У нас сейчас ночь. Я играю за обычного человека, который, собственно, пехотинец. Обычный пехотинец с калашом. У меня есть бинокль, у меня есть бинты, это всё расчехлило, пата. Короче, очень-очень много всего. И вот у нас продолжаются вот отойти. Единственная проблема у меня, у меня забагались, как-то смешались моды, и у меня место кофты, и этот бэкпак, который надевается как кофта. Ну, надеюсь, мне хотя бы этот бэкпак защиту даёт. Видите, вот у меня голые руки, а у меня должна быть кофта. К сожалению, я не смог никак зафиксить. Ну и ладно, будем представлять, что у меня кофты. Сколько нас на сервере? 55 человек, ахренеть, конечно. Давайте на пласт погнали. На пласт подожди, там плен у нас, давайте. Поищем, где у нас тут пленный. Вот тут у нас пленный. Что вы делаете? Где у нас пленный? Вон он на него мучает. Вот он, вот он, смотрите. Полосат. Товарищ главком. Абдула пытается. С бородой. Вы шли на пласт. Все на пласт. Все на пласт. Мы погнали на пласт. На пленного посмотрели. Наверное, его будут отвоёвывать, как меня когда-то отвоёвывали. И я бы хотел попросить собрать тысячу лайков, потому что этим вы покажете, что вам нравится. Этим вы поддержите меня, и этим вы сделаете приятно. Так что давайте ставить лайки, посмотрите, сколько нас на плацу стоит. Охренеть, конечно. 55 человек на сервере. Что ещё за мясорубка будет, мне же страшно представить. И ещё отличительная особенность вот этого вот РП, то, что максимум можно иметь один обвес. У меня пока что на Калаше никакого обвеса нет. Либо прицел, либо надульник, либо рукоятка вроде бы, или что-то. Короче, только один обвес. Больше одного обвеса это нарушение. По вертолётам стрелять нельзя с Калаша. Это запрещено. Здесь сказали собрать плац. Я предупреждаю сразу, кто будет лишние вопросы задавать, будет лишнее болтать, будет какая-то брань, ругань и тому подобное, будет понижен. Это во-первых. Во-вторых, кто будет плохо себя вести, не контролировать свою речь, не контролировать выстрелы за оружие, будет понижен. Пойдём. Все слышали. Так точно. Ай, блин, я спалился. Я спалился. Не хотел политься, что я снимаю. Такая ситуация произошла недавно. На плацу все собрались и... Походу, его линчуют там. Там кровь появился. Итак, на плацу была такая плохая ситуация, все собрались, но почему-то какой-то из лейтенантов сказал снять головные уборы. Я не пойму, вам жарко, может. Наденьте головные уборы, парни, не позоритесь. У нас сейчас что-то около зимы. Ой, извините, не в бою. В плацу должен стоять Патыкаев, так называемый. Мне сказали его вызвать. Меня? Я и вам Патыкаев. Так точно. Можно, пожалуйста, отстроить Патыкаев? Так вот. Майор вызвал тебя к себе. Пойдём, я тебе расскажу. Так, все молчатые. Конечно. Пожалуйста, прокатролируй плац. Блин, а сколько солдат? Посмотрите, охренеть. И все стоят ровненько. Редко такое встретишь. Рассказывай, как у тебя общение с людьми и общение, умение рассматривать документы? Знаешь, что ты сейчас... Все замечательно. Все хорошо. Мне передали, что также должны были тебя вызвать, но, к сожалению, пока что никто не вызвал. На проверку документов сказали отправить тебя и какого-то рядового, но пока что я отправлю только тебя. Перешагивай. В общем, какая-то большая шишка должна к нам приехать и это надо проконтролировать. Сказали вызвать тебя, не знаю почему, я, кстати, не знаю твою должность. Также. Твое звание, точнее. Я рядовой пехоты. Рядовой пехоты. Ну, почему-то какая-то большая шишка сказал, что хочет видеть тебя. Нужно бы просто проверить документы, тебя сейчас майор там всему обучит и покажет. Майор у нас видит по всему. Все, понятно, да? Да, понятно. Добрый день, выходим из машины. Документики показываем. Да, я желаю. Здоровья, живая. Кто такие? Добрый день. Я приветствую. Кто такие? Мне сказали привезти этого бойца к вам. Да, я желаю, товарищи. Я ее привел. Сказали, чтобы дали ему поручение. А это еще и главнокомандующий, смотрите, главком РФ. Хорошо. Надо поймёте, давайте. Так, значит, меня отправили туда дальше. Тут на КПП тут. Так, а это у нас кто? Товарищ, главком, подойдите сюда. Да, да, иду. Иван, пойдём. Тут подозрительный. Документы человека, который сюда приехал. Вот они. Ну-ка. Там они, один на боец у них неадекватный, что-то начал монсовать автомат из стола. Мне кажется, я... Или я слепой, не вижу, но здесь, по-моему, не написано имя, не фамилия. Ну, походу, да. Мне сказали привезти этого бойца сюда, но не сказали, что с ним делать. Именно выше. Если вы продолоните, если вы на меня наводите оружие, то, ну, как бы, вы будете... Так, все, подойдем. Силан, пройдём с нами. Так, я вам приеду, что... Кто вы такой представились? Я уже посмотрел. Я приехал из Москвы. В общем-то, надо, в общем-то, мне на базу вашу, ну, проверить ваше полное вооружение и полную боекотовность. Ну, как-то меня никто не предупредил, что очень странно. по-моему, вы были предупреждены, вам звонил наш агент полевой. По-моему, мне кажется, что-то забыли. Дмитрий Губерниев, верно? Да, Дмитрий Губерниев, всё верно. Вот он должен был, он сам себе понял. Это же машину в наши федеральные судьбы. Да, в принципе, проверяйте, я не против, у нас в машине ничего запрещено, нету. Ладно, смотрите, где мы не знаем, что-то сомнительно, как это всё происходит, непонятно что. охрана, если кто и туда. Мне больше всего этот беспокоит, парень. У нас тут птички, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Что такое, что происходит? Ё-моё. И поехал. Всё-таки пропустили. Иван, уходи, уходи отсюда, там чеченок много. Мне как-то цыкотно, знаете, подходить. Вообще не хочется против этих снайперов гадких. Будьте аккуратны, здесь, говорят, работает тяжёлый снайпер. А вот снайпер, снайпер на крыше, снайпер на крыше на 165. А тяжёлый снайпер! Ё-моё. Блин, вон там все чеченцы получается сидят. Охренеть, конечно. Иван, Иван, на Кечне, останьтесь. Вы всё-таки новичок. Только прибыли в Чечню. И вот, возьмите. И вот, возьмите вот это. Спасибо. Пойдём, пойдём, рядовой, не стой, пошли. Пошли воевать, пошли воевать, пойдём, сейчас в войну покажем. Да, конечно. БТР пошёл. Майор, майор, у тебя есть ещё нас быстрее, что-то службы не стой. На КПП, на КПП идём, на КПП, на КПП. На КПП. Нет, ты воевать, ты воевать, ты воевать, ты КПП, ты воевать, ты воевать, ты КПП. Меня беспокоит, конечно, то, что мы сейчас идём по правой стороне, чтобы обойти, но там, блин, смотрите, сколько их там сидит. Просто ужас какой. Давайте. Беттер идёт. Ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Нормально, вот этот движухой, конечно, вперёд, погнали. Вот это война. Ё-моё. Давайте, давайте, Беттер, прикрывай. Скирял там пулемётчик, что ли? Ё-моё. Нормально. Знаешь, как обойти, чтобы нас не заметили? Ничего не слышу. Давай-давай, с тобой. В тыл зайдём. О, вертушка. Отлично. Поддержка с воздуха. Давай-давай-давай-давай. Нормально. Жена такая. Вот это вот цикотное место, конечно. Ну что, заходим в город или как, или ещё обходим? Да мы уже пошли, надо в город помогать нашим. Надо вот вообще доверять опытному бойцу. Так, всё, прибежали мы, судя по всему. Ё-моё. Ничего себе. Вот это здание будут первые черри штурмовать. Сотых, трёхсотых нету. Ё-моё, в кого он стреляет? Духи идут! Броник. Ой-ё-ё-ё. Кто-то бронит. Привязывай. Так, нормально. Ё-моё. Нормально, конечно. Вот так вот, может быть, попаду в кого-нибудь, стек. Да не, я на подавление. Работаю. Ой-ё-ёй. Давайте, работайте, работайте, работайте. Блин, мне надо батарейки здесь. Батарейки, смотрите, как хорошо живётся. Давай. Боюсь, высовывать, потому что не хочу подхватить плюху. Ё-моё, смотрите, вон труп. Ё-моё, твою мать. Сейчас долбанёт. Вот снайпер. Давайте отработаем. Блин, наверное, никак я не долбану. Да, всё, смотрите, вы завалили. Ё-моё. Ха-ха-ха-ха. Мне туда-сюда, пускай, туда-сюда, типа, наверх, идти вниз. Батар потерянный. Вот это да. Мне бы кавашку здесь получше, конечно. Все желающие пойти проверить я. Я. Нас всего трое, и мы отправляемся провер... прочистить территорию, посмотреть, что там, разведать. Дерево проверяет. Проверяйте все деревья. Сейчас будем немного налево заворачивать. Угу. Ё-моё. Вот откуда они могут идти, вообще фиг поймёшь. Опа. Дерево срубленное. Сюда медведь. Ха-ха. Нормально. Сюда медведь пришёл. Ё-моё. Реально они на деревья забираются, смотрите. Вражеский в БТР. На 150. Вражеский в БТР на 150 ездит. Ё-моё. Взовите медика. Потыкаев, зови медика. Сейчас. Ну, пойдём. Кинал, лечите его. Так, давайте. Зови медика, потыкаев. Сейчас, пойду. Рация, рация. Ай, рация. Ё-па-твою мать. Приём. Приём, медика сюда. Крой, блядь, секрой. Медика, пожалуйста. Медика, медика на гору, медика на гору. Главком ранен. Медика на гору. Приём, медик есть? Помогите. Есть, но медика, кровь закончилась. Не смогу. Я не могу. Так, чё? Мы бойца потеряли. Лавком вылечили, отлично. Их даже не заметил, как сюда медик пришёл. Охренеть, конечно. Давай, давай, перевязывайся. Давай, давай, давай. Не умею водить, не умею. Садись за пушку. Не могу сесть. Медик нужен. Не могу сесть. Блин, нормально, нас, конечно, присажули. Медика сюда надо. Я постараюсь. Блин, вот это, конечно, присажули. Ох, твою мать. Лови, пушка. Ох, ой. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Вот так вот и закончилась моя жизнь. Ахмед меня какой-то завалил. Абдул-арахит. Ахмед. Ха-ха-ха. Мэр. Субтитры подогнал «Симон»